Сотни хлопкоробов в Махтаральском районе на грани разорения. До часа икс осталось 20 дней. За этот короткий по сельскохозяйственным меркам срок сотни дихкан должны засеять поля. На деле же им даже семена купить не на что. Всю зиму мы вместе с детьми ходили с протянутой рукой, выбрашивали наши деньги. Я и пятеро детей живем на квартире. Мне порой даже хлеб не на что купить. У разбитого корыта после прошлогоднего хорошего урожая остались 230 крестьянских хозяйств. Сырец все сдали на хлопкоперерабатывающий завод, но до сих пор никто не получил за тонну сырья ни копейки. Кто будет за это отвечать? Директор завода Ибрагим Бахат исчез где-то. Очень он собрал у нас хлопок и все. В нашем крестьянском хозяйстве Курбаната 40 человек. Только нам должны 31 миллион тенге. У всех кредиты в банке. Наши счета блокируют, а никому нет дела. Хлопкоперерабатывающий завод в Махтаральском районе построили в 2006 году. Крестьяне вспоминают, как его открывал сам президент страны. Несколько лет, будучи государственным предприятием, работал исправно. А как говорят дихка, не попал в частные руки. Начались финансовые проблемы. Предприятие задолжало и поставщикам за хлопок сырец, и за электричество. И зарплату 300 рабочих последний раз получали еще в прошлом году. Среди нас трактористы, электрики, рабочие, приемщики хлопка. У всех есть договор. Каждый раз, когда мы приходим, нам и обещают выплатить. Но уже детей нечем кормить. Завод задолжал поставщикам хлопка 295 миллионов тенге. 60 миллионов с горем пополам выбили. Теперь люди требуют от районного Акима навести порядок. Пока же с декабря прошлого года власти только успокаивают. Как только люди к нам обратились, мы нашли руководство завода. Они обещали выплатить в три транша. Часть выдали. Остальные выплатить обещали до конца марта. С февраля по этому факту возбуждено уголовное дело. Работают шесть следователей. Завод в данное время простаивает дихкани. Между тем просят вмешаться в ситуацию профильные министерства. Ведь если в течение 20 дней поля не засеют, то хлопка не будет.